Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Важно ли из рук какого священника мы причащаемся? На самом деле, если мы вспоминаем евангельские слова, то помним, что Господь взял хлеб, преломил, дал своим ученикам и сказал, примите и идите сие из тела Моей, ажи завыломимые в оставлении грехов. А потом тоже на той же самой вечере, на том же самом ужине, взял чашу, дал своим ученикам, тоже говорит, пейте от нее все, это кровь Моя Нового Завета, которая за вас и за многих изливаемая в оставлении грехов. То есть, кто совершает таинство? Совершает таинство, причастие сам Бог. Кто причащает нас? Причащает нас сам Христос, который причащает своих апостолов. И мы не совершаем какую-то новую евхаристию, что какое-то новое тело и кровь Христова там из хлеба получаем, ни в коем случае. Но Дух Святой сходит и соединяет нас с тем самым Христом, с Его телом и кровью, которую Господь принял, когда воплотился и ходил по нашей грешной земле, которую Он вознес на крест, с которыми Он страдал, чтобы спасти нас от смерти, чтобы эту смерть победить, и которая, самое главное, Господь причащает нас в своей воскресшей плоти, своей воскресшей крови, чтобы мы приобщались не только к Его смерти, но и приобщались к Его воскресению, Его победе над смертью, Его вечной жизни. Поэтому, какой бы там священник ни был, какой бы ни был епископ, мы все равно идем к чаше Христовой не к человеку, а ко Христу. И апостол Павел тоже об этом все-таки недвусмысленно говорит. Да, вот у вас есть разделение, кто-то считается, что это полоса, кто-то от Павла, и он говорит, что разве вот Павел за вас распялся? Ни в коем случае. То есть даже ни один апостол не может претендовать на то, чтобы сказать, ой, я именно основатель такой-то церкви, вы мне чем-то обязаны. Именно поэтому для нас, для православных людей, в том числе и неприемлема католическая аргументация о том, что, ой, Папа Римский какой-то особенный, потому что апостол Петр вот основал кафедру не только в Антиохии и во многих других городах, но еще, например, в Риме. Нет, для нас важно, что причащает нас сам Христос. Более того, собственно, таинство священства и благодать Святого Духа его такова, что грехи-то священника, они никуда не деваются. Но Господь по своему милосердию Духа Святого не посылает нам через руки даже грешного священника. И мы поэтому совершенно можем вздохнуть спокойно и идти причащаться к любому священнику. Единственная маленькая поправочка, что, правда, вот мы, поскольку не ищем дополнительных искушений, и так нам надо приступить к чаше достоинства, с состоянием своего недостоинства, с чувством покаяния, с чувством радости духовной. И поэтому мы не должны себе задачу усложнять. То есть, если нам вот смущает что-то, мы идем причащаться к какому-то священнику, а он там как-то грубо говорит или как-то зло смотрит, или наоборот, как-то там сюсюкает, и как-то думаешь, ну что-то там неестественно. Ну, то есть, что-то нам в священнике не нравится. Для того, что это, конечно, нужно побеждать. Мы идем к Христу, и не должны на это обращать внимание. Но если есть какая-то альтернатива, то есть, ну, причащает еще параллельно другой священник, то тоже мы можем подойти к нему. Не потому, что причастие другой, нет. Наоборот, возможно, если мы пойдем, смиримся и причащимся у того священника, даже у которого, возможно, у нас какая-то обида, на кого мы еще, увы, держим зло в своем сердце, конечно, это плохо, потому что нельзя зло сердце держать, когда ты причащаешься. Ты же идешь общаться со своим Христом, который взял, ты которого обижал Христа постоянно, а он за тебя на кресте-то умер. Но, тем не менее, ты идешь ко Христу, и если видишь священника, и сможешь его все-таки по дороге постараться простить, и все-таки принять, несмотря на обиду, из рук этого священника тело и кровь Христова, то, конечно, Господь заметит усилия и даст некоторое вдохновение души, даст проще принять какое-то нерасположение священника, его недостоинство. Когда человек тут, причем речь не только о причастии любом таинстве, вот мне всегда вспоминается молитва, которую я как священник читаю перед тем, как крестить ребенка. Я говорю, Господи, да, сделай так, чтобы, вот, я-то грешный человек, да, и дай, чтобы грехи мои не помешали благодательству духу сойти на водосе, да, и чтобы грехи мои не помешали вот это почти безгрешного младенца мыть от первородного греха, но и более того, вот, в литургии Василия Великого, которая совершается не так часто, там и в центральном ангелитве, в Анафоре, где мы призываем святого духа на дары, мы призываем, не священник призывает, а священник от лица всей церкви со всеми молящимися призывает и говорит, Господи, да, чтобы сделать так, чтобы мои грехи не возбронили, не воспрепятствовали благодати святого духа прийти на дары. Поэтому не сомневаемся. Господь говорит, творите себе в мое воспоминание в Евангелии. Он не говорит там, творите воспоминания священника. Ой, батюшка был хороший, поэтому мы ходим в храм, причащаемся. Ой, а батюшка этот там плохой, нам чем-то не нравится, мы в храм не пойдем. Мы идем к Христу, и никто нас не должен остановить и смутить, даже самый недостойный священник. Священника спрос особый, Господь его спросит. А наша задача, чтобы священник не делал, идти к Христу. Единственное еще, напоследок, помарка, главное, чтобы это был настоящий священник. Если это, конечно, человек, изверженный сан, если это человек, отлученный от церкви, если это священник, который никогда священником не был, а принадлежит какому-то кощунственному цирку, вроде таких организаций, которые, вот, к сожалению, присутствуют на территории Украинской республики, сейчас или в других уголках нашего мира, то, конечно, этого надо беречь. Потому что все-таки мы идем к Христу, к его церкви, основанной на его крови. И уже не важно, какой священник там лично по своим качествам. А если даже добрый, хороший человек, но он священником не является, а просто устроил некоторый маскарад пародийный, то от этого нам надо держаться в стороне. Потому что мы идем не ради красивого облачения, не ради доброго батюшки, а ради идем Христа, Спасителя нашего. Субтитры создавал DimaTorzok